Меня зовут Анна Зимина, я руководитель клиентского подразделения компании Click.ru. Сегодня мы продолжаем нашу серию вебинаров о контекстной рекламе и поговорим о контексте с точки зрения продвинутых пользователей, скажем так. Если вы уже пользовались контекстной рекламой и знаете основные принципы ее работы, и делали свою контекстную рекламу правильно, что немаловажно, то сегодняшние советы, думаю, помогут вам еще более усовершенствовать свои рекламные кампании, сделать их еще лучше, еще эффективнее и так далее. Ну и начнем мы с небольшого повторения пройденного материала. В прошлом вебинаре я рассказывала вам о том, с чего начинается любая рекламная кампания, а также рассказывала о том, что стоит проанализировать перед запуском кампании, как рекламную кампанию, собственно, стоит вести. Так вот, это небольшая схема действий, в которой собрана вся информация о том, что вы должны сделать перед тем, как запустить свою рекламную кампанию. Итак, первый пункт – это необходимость. Вам необходимо понять, зачем вам нужен контекст и кому из ваших потенциальных потребителей контекст тоже может пригодиться с той точки зрения, чтобы вас найти. Следующий этап – это анализ данных. Вам нужно проанализировать спрос на ваши услуги именно в интернете, в контекстной рекламе, в поиске. И также проанализировать конкурентов, потому как они могут оказаться совершенно не такими, как есть у вас в оффлайне. И третий этап – это выбор, собственно, целей, для чего вы делаете контекстную рекламу, постановка целей по смарт-критериям. И выбор стратегии, которую вы будете использовать для того, чтобы запустить свою контекстную рекламную кампанию. Надеюсь, по этим шагам вопросов у вас не возникает, и вы их успешно применяете в текущей своей деятельности. Собственно, напомню вам немножечко о стратегиях. Это необходимо для того, чтобы дальше перейти к выбору тактик управления контекстной рекламой. Так вот, основные стратегии, которые есть в контекстной рекламе – это бюджет, переходы, цена, клик, монополизация, арбитраж и имидж. Вы их все видите на слайде. Собственно, к нам очень часто приходят люди в агентства, да, и на семинары наши очень часто приходят люди, которые заявляют, что они хотят всего и сразу. Много кликов, много конверсий, и все это за маленькие деньги. Вынуждены вас разочаровать, к сожалению, такого не бывает. Бывает попарно много кликов и много конверсий, или много кликов по низкой цене, или много конверсий по низкой цене. Вот, собственно, для реализации этих целей выбираются определенные стратегии. И про стратегии я рассказывала, напомню, в прошлом вебинаре. Его можно посмотреть на сайте seapult.tv. Собственно, после того, как вы определились со стратегией, решили, что для вас важнее – деньги, количество переходов, цена за переход. Или вы хотите стать единственным неповторимым на рынке, захватить как можно больше заказов. Либо вы нуждаетесь в большом количестве трафика, или вы ведете поддерживающую рекламную кампанию с помощью контекстной рекламы. А вот после того, как вы определились, необходимо выбрать тактику, какой вы будете пользоваться, для того, чтобы ваши объявления стояли на тех или иных позициях, для того, чтобы получать то или иное количество заказов. В прошлом вебинаре я рассказывала, что есть три позиции, где ваши объявления могут находиться. Это гарантированные показы, спецразмещение и динамические показы – все то, что не попало в гарантию и спец. Так вот, в частности, Яндекс.Директ предлагает вам шесть тактик, которыми вы можете воспользоваться, для того, чтобы поставить свое объявление на ту или иную позицию. Итак, немного подробнее о тактиках и как же выбрать правильную тактику при своей стратегии. Первая тактика – это наивысшая доступная позиция. Робот Директа будет стараться поставить вас как можно выше по позициям, начиная с динамики, заканчивая первым местом спецразмещения, в зависимости от вашей максимальной ставки. Представьте себе ситуацию, что спецразмещение стоит 8 долларов, вход в гарантированные показы стоит 5 долларов, вход на первое место гарантированных показов стоит 7 долларов. Если ваша максимальная ставка 10 долларов, вы будете показываться в спецразмещении настолько высоко, насколько позволяет ваша ставка. Если же вы снизите свою максимальную ставку до 6,5 долларов, то вы будете показываться в гарантии, но не на первом месте, а немного ниже, так как вашей ставки не хватает для первого места гарантированных показов. И так далее. В каких случаях необходима наивысшая доступная позиция? В случаях, когда вам приходится рьяно бороться за каждый заказ, а также в случаях, когда лучшие заказы приходят из спецразмещения. Тогда эта тактика оправдывает себя. В любом случае вам необходимо тщательно считать, насколько эффективно работает ваша текущая максимальная ставка, и если при ней ваше количество заказов, маржа с этих заказов не оправдывает контекстную рекламу, тогда ставку необходимо снижать, либо наращивать CTR, о чем я рассказывала в предыдущем семинаре. Следующая тактика – это недельный бюджет. Если ваша критичная необходимость у вас стоит поддерживать какой-то бюджет, который у вас есть, и за рамки его не выходить, вы можете выбрать, как этот бюджет расходовать максимально эффективно. Получать максимум кликов или получать максимум конверсий. Получать максимум кликов вы можете с самого начала, как только вы запустили рекламную кампанию. А получить максимум конверсий вы сможете только в том случае, когда у вас установлена метрика на сайт, в ней поставлены цели, и по этим целям было хотя бы 40 переходов за последний какой-то срок. При этом тактику недельный бюджет можно использовать, повторюсь, в случае, если вы только-только запустили рекламную кампанию, и метрику, и цели еще пока не настраивали. Просто тогда вы выберете максимальное количество кликов. Показ в блоке по минимальной цене. Показ в блоке по минимальной цене может реализовываться как в спецразмещении, так и в спецразмещении плюс гарантии. Для чего необходима эта тактика? В случае, если у вас не очень сильно, не очень большое количество финансовых средств, но при этом вам критически необходимо находиться в спецразмещении для того, чтобы получать какие-то заказы, такая специфика есть у горящих туров и иногда встречается у юридических услуг. Вам необходимо использовать тактику показа в блоке по минимальной цене в спецразмещении. Либо, если вам по каким-то причинам критично необходимо находиться на первой странице, постоянно на первой странице поиска, тогда вы можете использовать показ в блоке по минимальной цене в спецразмещении и в гарантированных показах. В этом случае система будет стараться поставить вас на самую нижнюю позицию выбранного вами блока. Соответственно, платить вы за эту позицию будете самым минимумом, который необходим для того, чтобы на ней стоять. В случае, если вы выбрали показ в блоке по минимальной цене в спецразмещении, но вашей максимальной ставки не хватило для спецразмещения, показываться вы будете на первом месте гарантированных показов, то есть максимально близко к вашему выбранному месту. Следующая тактика – показ справа. Наивысшая позиция или позиция по минимальной цене. Так вот, если вам не нужно спецразмещение, если конкуренция за него необоснованно высока, если пользователи раздумывают, выбирая ваш товар, например, ни один из пользователей не будет очень быстро выбирать кондиционеры или ипотеку, в таком случае вам имеет смысл стоять не в спецразмещении, а в гарантированных показах. И цена за клик поменьше, и конкуренция вроде бы не такая сильная и жесткая. Вы можете использовать тактику показ справа от результатов поиска. Если вам очень важно находиться выше всех остальных конкурентов, то вы, соответственно, выбираете наивысшую позицию в блоке справа. Если же вас интересует экономия денежных средств, то вы выбираете минимальная цена, показ справа от результатов поиска по минимальной цене. Соответственно, в таком случае вы будете показываться либо на первом месте гарантированных показов, либо на последнем месте, на четвертом месте гарантированных показов, в зависимости от выбранной тактики. Следующая тактика – недельный пакет кликов. Если вы исчерпали уже все возможности по получению трафика на сайт, по получению пользователей на сайт, например, используете SEO, рекламу в социальных сетях, занимаетесь размещением баннеров на сторонних сайтах, вы можете подключить контекст для того, чтобы получить недостающее количество переходов, то есть тех людей, которые, например, не ходят по сайтам, где вы размещаете баннерку, или тех людей, которые не кликают на поисковую выдачу. В таком случае вам может быть интересна стратегия недельный пакет кликов. Вы можете установить, какое количество кликов вы хотели бы получать в неделю с контекста и выбрать, соответственно, либо максимальную цену за клик, которую вы готовы платить, либо среднюю цену за клик, какой должен соответствовать ваш недельный пакет кликов. И последняя тактика – это независимое управление для разных типов площадок. Об этом мы, собственно, поговорим на следующем слайде буквально. Независимое управление для разных типов площадок заключается в том, что вы можете завести рекламную кампанию отдельно на поиск, а отдельно на рекламную сеть. Для чего это нужно? Дело в том, что не все объявления, не все ключевые слова адекватно работают, адекватно хорошо работают и в поиске, и в сетях, в рекламных сетях. Вот для того, чтобы как можно точнее, как можно логичнее, разумнее преподавать вашим пользователям, потенциальным клиентам, преподать им ваше коммерческое предложение, необходимо писать разные объявления для поиска и для рекламных сетей. В случае, если у вас одна рекламная кампания на поиск и на сети, то вы будете показывать одно и то же объявление и там, и там. Очень часто это неэффективно. Плюс для того, чтобы точнее и грамотнее управлять ставками в рекламных сетях, отслеживать эффективность рекламных сетей, стоит разделять эти два типа кампаний. Так вот, в каком случае рекламные сети использовать нужно и когда они первоочередные? Вот здесь на слайде приведены несколько примеров. В случае, если вы ориентированы на продажи, замечу, что если вы ориентированы на продажи какого-то товара, который выбирают долго, например, свадебные платья или, например, ипотека, возможно, какие-то юридические или бухгалтерские услуги, то есть то, что не выбирают с ее секунды, то, в чем невозможна импульсивная покупка. В таком случае вам необходимо использовать в первую очередь поиск и во вторую очередь рекламные сети, которые дадут вам возможность поддержать пользователя в ее выборе. Сегодня девушка искала свадебное платье в поиске, завтра, послезавтра, в течение двух недель она будет видеть рекламные объявления, в том числе ваше объявление в рекламной сети на тему свадебных платьев. Вполне вероятно, что в какой-то момент она заинтересуется, перейдет на сайт и, возможно, купит. В случае, если вы продаете какой-то товар с очень быстрым спросом, когда решение принимается моментально, в случае, если вы продаете какие-то очень быстрые услуги, например, вскрытие замков, в случае, если у человека, у вашего потенциального покупателя, возможно, какая-то импульсивная покупка, вам имеет смысл использовать поиск, но практически не имеет смысла использовать сети. Это, собственно, пункт 3 – быстрый выбор. Следующая возможность – это, если вам необходим трафик на сайт, здесь, скорее всего, в первую очередь вам помогут именно рекламные сети, потому что цена за клик там гораздо ниже, чем на поиске, практически по всем тематикам. Количество объявлений просто бесконечное, количество ключевых слов, которые вы можете подобрать, опять же, просто бесконечное для показа на сайтах рекламных сетей. Конкуренция, опять же, гораздо ниже. И, соответственно, сети для получения трафика стоит использовать в первую очередь, во вторую очередь стоит использовать поиск. Ну и последний пункт, когда стоит использовать только рекламную сеть – это ремаркетинг. Такая технология Google AdWords, которая позволяет пользователю, зашедшему к вам на сайт, уже один раз зашедшему к вам на сайт, показать ему вашу рекламу в дальнейшем на каких-то сайтах. Представьте, что вы торгуете любыми товарами, совершенно любыми. Какой-то человек с SEO или с баннерной рекламы откуда угодно пришел к вам на сайт, посмотрел что-то на сайте, может быть, положил что-то в корзину, но не завершил покупку. Такому пользователю вы можете через Google AdWords показывать свою рекламу в контекстно-медийной сети. Вы можете предложить ему, как совершить, досовершить покупку и получить подарок. Вы можете напомнить ему о том, что он оставил покупку незавершенной. Вы можете написать в объявлении, что у вас проходят суперакции на тот товар, который лежит у него в корзине, и сейчас дополнительные скидки. В общем, фантазия в данном случае просто безгранична. Естественно, что в поиске у этого человека не вычислите так просто. Вполне вероятно, что поиск будет давать какой-то совершенно другой эффект. Технология ремаркетинга ориентируется исключительно на контекстно-медийные сети, на рекламные сети. Собственно, немного о профессиональных приемах ведения контекстной рекламы. Все, что я вам рассказывала до этого, тоже, в принципе, профессиональные приемы. Правильный выбор тактики, правильный выбор работы или не работы с рекламной сетью. Есть еще несколько моментов, на которых стоит подробно остановиться. В первую очередь, обязательно подробно читайте и перечитывайте хелпы всех систем контекстной рекламы. Они довольно часто обновляются, появляются новые функции, которыми можно пользоваться. И вообще, оперативность, вот в частности, пункт всегда готов, это, безусловно, плюс всех профессионалов, которые занимаются контекстной рекламой. Вспомните ситуацию совершенно недавнюю, когда одна авиакомпания итальянская распродала кучу билетов аж до октября, и вот недавно объявила о банкротстве. В сущности, по запросам, связанным с этой авиакомпанией, или с билетами по направлениям, которые она продавала, или с билетами из Италии обратно в Россию, выиграл больше всего тот человек, который первым среагировал в контекстной рекламе, который первым узнал о банкротстве компании, первым предложил какие-то скидки на свои билеты или дополнительные условия для тех людей, которые не могли вылететь из Италии обратно в Россию. Вот такая вот вечная готовность, да, вечно держать руку на пульсе, это прекрасная возможность для вас проявить себя не только как профессионал, но не только как профессионал контекста, да, но и как профессионал своей собственной сферы. Вы сможете получить клиентов, которые станут вашими лояльными пользователями, которые будут возвращаться к вам снова и снова, потому что вы помогли им в трудную ситуацию. Группировка по компаниям. Представьте себе ситуацию, что вы торгуете катерами и яхтами по Москве, Санкт-Петербургу, Самаре, Тольятти, еще где-нибудь по России. Как вы будете распределять свои рекламные объявления по компании? Если вы соберете их все в одну большую рекламную кампанию на всю Россию, скорее всего, если у вас вдруг внезапно закончатся катера и останутся только яхты, вам придется выключать поштучно каждое объявление в рекламной кампании. Это долго и неэффективно. В таком случае необходимо делить свою рекламную кампанию отдельно на яхты, отдельно на катера. Может быть другая ситуация, что компания на яхты и компания на катера у вас направлены на всю Россию, но внезапно катера или яхты закончились только в одном каком-то конкретном городе, на одном конкретном складе. И тогда придется править настройки рекламной кампании и отключать какой-то конкретный регион. Соответственно, будьте умнее, постарайтесь спрогнозировать заранее, какие возможности есть у вас, что может случиться, предугадываемого, того, что вы можете предвидеть, того, что вы можете предположить, такого, что заставит вас поменять свою рекламную кампанию или отключить в них какие-то конкретные объявления, или изменить какие-то настройки. Вот если вы предугадаете это достаточно точно, изменения в вашей рекламной кампании будут вноситься практически моментально, не будут занимать никакого лишнего времени, не заставят вас тратить лишние силы. А это еще один плюсик к пункту «Всегда готов». Следующее правило 1.1.1. К каждой вашей ключевой фразе, каждому вашему ключевому слову, который вы используете для показа контекстной рекламы, должно быть написано свое уникальное объявление. И также к нему должна быть подобрана своя уникальная посадочная страница. Не обязательно уникальная, главное, как можно более релевантная. Особенно обратите на это внимание, если вы ведете контекстную рекламу в Google AdWords. Дело в том, что релевантность содержимого на посадочной странице влияет на коэффициент качества. Для того, чтобы ваше объявление как можно выше показывалось, для того, чтобы коэффициент качества был как можно выше, посадочная страница должна быть как можно более релевантной, желательно с оригинальным содержанием, без всяких всплывающих окон и прочего. Но об этом я говорила на прошлом семинаре. Помните обязательно про операторы, о которых я опять же рассказывала в прошлом вебинаре. Дело в том, что чем чаще вы используете операторы, чем грамотнее и профессиональнее вы их используете, тем более вы удешевляете себе цену за клик и увеличиваете CTR. Это тоже профессиональный прием. Этим пользуются все те люди, которые работают с контекстом долга и умеют с ним работать правильно. Вы можете использовать такую замечательную функцию, как запрос плюс какое-то мусорное слово. Это необходимо для того, чтобы использовать, либо использовать какой-то нечестный прием, о котором я расскажу в дальнейшем, либо для того, чтобы понять, кто из ваших конкурентов хорошо или не очень хорошо ведет свою рекламную кампанию. Вы можете набрать запрос шубы своими руками, например, или шубы АБВГД и посмотреть, кто из пользователей рекламируется по запросу шубы, не ставя его в кавычки. Зачем это может быть нужно, кроме того, чтобы определить своих не очень умных конкурентов, я расскажу дальше. Использование рекламных кампаний отдельно для дня и отдельно для ночи – тоже профессиональный прием. Что вы можете с этим делать? Завести рекламную кампанию дневную на свои классические рабочие часы с 9 до 6 или с 10 до 7, и завести рекламную кампанию, которая будет работать ночью и по выходным. Вполне вероятно, что многие ваши конкуренты отключают свои объявления на это время. Соответственно, вы можете получить те показы и клики, которых лишились ваши конкуренты. Это необходимо для того, чтобы нарастить CTR. Как только CTR вашей ночной кампании превысит CTR дневной или станет совсем-совсем большим, 100%, например, вы можете поменять временной таргетинг и показывать свою ночную рекламную кампанию днем. Таким образом, вы сильно уменьшите себе ставки. Ну и помните о том, что муще отдельно, котлеты отдельно, рекламная сеть отдельно, поисковый таргетинг отдельно, соответственно, разделяете свои рекламные кампании на поисковую и контекстно-медийную или рекламную сеть. Немного о нечестных методах, о том, что делать можно, ну, не знаю, стоит или не стоит. Будем считать, что вы этого не слышали, это между нами. Один из нечестных методов, который широко известен, называется прятки. Далеко не все ваши конкуренты, умные или не очень умные, помнят о том, что кроме высокочастотных запросов, например, шубы, есть низкочастотные запросы. Шубы из мутона купить, например. Вот вы можете вставать в спецразмещение или на какие-то другие выгодные позиции как раз по тем низкочастотным запросам, по которым ваши конкуренты не обращают на них внимания. Представьте себе ситуацию, что вы продаете шубы, да, вы набираете запрос шубы из мутона купить, а дальше в соседней вкладке набираете запрос шубы и сравниваете объявления ваших конкурентов по этим запросам. Чаще всего грамотные конкуренты под отдельный запрос пишут отдельное объявление, соответственно, упоминают текст запроса в заголовке или в тексте объявления. Вот если вы видите, что по запросу шубы и по запросу шубы из мутона купить у одного вашего конкурента совершенно одинаковые объявления, и, скорее всего, написано не к запросу шубы, тогда вы можете взять слово шубы из мутона купить для того, чтобы конкурировать с этим конкурентом так, чтобы он этого не заметил. Это и есть прятки. Вы можете встать по этому запросу в спецразмещение или на другую выгодную позицию, получать оттуда переходы, тем самым лишая переходов вот этого самого конкурента. Это и есть смысл нечестного метода прятки. Следующий не совсем честный метод – это поджималки. Наверняка вы об этом уже много раз слышали или где-то читали, может быть, даже сталкивались. Вот посмотрите на табличку, которая представлена на слайде. Теперь давайте рассмотрим подробнее, что здесь происходит. У нас есть три товарища, которые конкурируют в спецразмещении за позиции. У каждого из них есть максимальная ставка, которую они готовы платить за клик, и есть реальная цена клика, которую они платят. Вот представьте себе, посмотрите внимательно, вернее, на… Как бы мне это показать? Посмотрите внимательно на табличку и обратите внимание на человека, который стоит на первом месте спецразмещения. Его максимальная ставка – 10 долларов. Вот в случае, если товарищ из второго спецразмещения поменяет свою максимальную ставку с 1 доллара 10 центов на 9 долларов 99 центов, товарищ, который стоит на первом месте спецразмещения, вынужден будет платить максимальную ставку, которую он установил, то есть 10 центов, ой, 10 долларов. Почему это происходит? Потому что в реальности вы за клик платите на 1 цент больше, чем максимальная ставка человека, который стоит под вами, на позиции на дно ниже вас. Что же произойдет, если человек из третьего спецразмещения поставит ставку 9 долларов 98 центов? Товарищ из второго спецразмещения вынужден будет платить свою максимальную ставку 9 долларов 99 центов. Это нужно для того, чтобы скрутить бюджет конкурента, для того, чтобы у него закончились деньги, и он не мог больше с вами конкурировать. Таким образом, с самой выгодной позиции пока оказываются товарищ из третьего спецразмещения, до тех пор, пока человек из первого места гарантированных показов не поставит ставку 9 долларов 97 центов максимальную, и тогда товарищ из третьего спецразмещения тоже оказывается поджатым. Вот обращайте внимание на свои максимальные ставки, старайтесь, чтобы они были не сильно высокими, чтобы их хватало для того, чтобы находиться на вашей позиции, но при этом не оставалось простора для поджималок. Как обнаружить поджималки у себя? Как можно чаще проверять аккаунт Яндекс.Директа по возможности вести статистику или запоминать по ключевым запросам, или лучше по всем запросам, какие ставки у вас установлены и как они меняются? Если вы вдруг видите какое-то внезапное изменение ставок, их рост, скорее всего, это может быть связано с поджималками. Обратите тогда внимание на свои максимальные ставки. Ну и еще немного о нечестных методах. Скрутка и накрутка CTR. Как скрутить CTR конкуренту? Ну, попросите своих друзей, товарищей, кто интересуется вашей тематикой, поводить запросы, по которым рекламируются ваши конкуренты. Таким образом, вы получите очень много показов, но практически не будет кликов на объявления конкурентов. Можете попросить друзей при этом, чтобы они кликали на ваше объявление или на ваше объявление и поисковую выдачу, то есть симулировали, так сказать, поведенческий фактор. Накрутить CTR для себя самого можно тем же самым методом, когда вы обеспечиваете себе дополнительные показы и дополнительные клики на объявления. Для того, чтобы не тратить слишком много денег на это, вы можете запустить, например, рекламную кампанию на какой-нибудь маленький город в пригороде или в другом регионе России. Там чаще всего цены гораздо ниже. Поставить там свое рекламное объявление, например, в гарантированные показы, да, и просить своих друзей из этого города, чтобы они поискали ваш товар и потом покликали на объявление. Вот, таким образом вы можете получить CTR больше, чем у вас был. Либо скрутить CTR конкуренту. Не забывайте, пожалуйста, о том, что есть такая штука, как карма компаний. Вот эта карма, она прицепляется не к самой рекламной кампании и не к аккаунту рекламной кампании, она прицепляется к домену, к доменному имени. Если вы сегодня рекламируете свой сайт и видите, что ваша рекламная кампания плоха, CTR низкие, ставки за клик высокие, максимальные ставки, которые вам приходится выставлять, еще выше, кликов мало на объявление. Вот это все негативно сказывается на истории вашего домена, для Яндекс.Директа в частности. Соответственно, вот эта вот ваша карма рекламной кампании, она запоминается, и когда вы в следующий раз захотите завести рекламную кампанию, заведете ее даже пусть правильно совершенно, пусть с помощью специалистов, пусть с помощью хорошего агентства, все равно понадобится какое-то время для того, чтобы исправить вашу карму, которая была уже у домена. При заведении новой рекламной кампании ваши ставки за клик, потенциальные CTR, они будут заведомо… CTR занижены, а ставки за клик заведомо завышены, потому как Директ помнит о том, что вы раньше вели рекламную кампанию, она была не очень хорошая. Еще один метод – это анти-пиар. Что вы можете делать? Ну, здесь скорее можно играть на анти-пиаре среди самих конкурентов. Я знаю одного товарища, который рекламировался по запросу сауна возле такого-то метро, но не учел того, что возле этого же метро находится женское общежитие, в котором иногда отключают воды, и девочки ходят в сауну, в баню, и иногда просто ходят туда для того, чтобы развлечься. Вот он в тексте своего объявления писал о том, что у него в сауне возможны всяческие доп. услуги, в том числе вызов, «Простите, девушек». С точки зрения девушек из общежития, которые искали сауну возле метро, на котором жили, это не самый лучший пиар. Собственно, примерно таким же анти-пиаром можно обозвать фразы «доставка мебели в течение 30 дней», или «установка двери в течение двух месяцев», или «гарантия два дня» и так далее. Вот если вы видите что-то подобное у конкурентов, вы можете написать что-нибудь гораздо более выгодное в своих объявлениях, и тем самым выиграть на их фоне. И следующий метод – это сезонный отстрел. Здесь скорее предупреждение, чем рекомендация к действию. Некоторые не очень честные конкуренты, если у товара есть какая-то явно выраженная сезонность, например, Новый год или конкретные праздники, и если эта сезонность очень сильно влияет на бизнес, например, при продаже фейерверков, может сложиться нехорошая ситуация, что ваши конкуренты закажут ДОС-атаку на ваш сайт, и, соответственно, в момент, когда нужно будет наиболее активно получать пользователей, зарабатывать деньги, ваш сайт просто упадет. Вот для того, чтобы такого не случалось, старайтесь выбирать максимально надежный хостинг, старайтесь продумывать ваш сайт так, чтобы даже большой наплыв пользователя на него не сделал вам ничего плохого, продумывайте навигацию сайта, продумывайте защиту сайта обязательно, и я вам не рекомендую поступать так же, потому как не уподобляйтесь нехорошим людям. Собственно, на этом у меня сегодня все, и я надеюсь, что у вас есть много вопросов, которым мы посвятим оставшееся время. Ну что ж, спасибо тебе. Тут некоторые наши зрители испытывали небольшие технические проблемки. Вопросы, я думаю, сейчас у нас появятся. Вот от Виктора Носкова. Ну, возможно, он не был просто на первом твоем вебинаре. Он спрашивает, как оптимально написать заголовок и текст объявления, и какие ключевые слова эффективнее. Ань, ну уж что нужно. Эффективность ключевых слов определяется исключительно вашим опытом. Когда вы будете вести рекламную кампанию, если вы по каждому ключевому слову будете замерять эффективность, количество кликов, переходов на сайт, количество покупок среди людей, которые перешли по данному слову, таким образом вы сможете замерить эффективность ключевика. Что же касается написания объявлений, то я вам рекомендую пересмотреть предыдущий наш вебинар, который есть на сайте seapult.tv. Там очень много рекомендаций, которым стоит следовать, чтобы ваше объявление было как можно лучше среди всех других конкурентных. Угу, угу. Так, вопрос от Юлии. Добрый день. Скажите, пожалуйста, когда компания создана на НЧ и СЧ запросах, нужно ли отключать некликабельные запросы? Как это влияет на CTR? И вообще, важен ли общий CTR? Или CTR конкретного объявления важнее? CTR конкретного объявления влияет на конкретный ключевой запрос, то есть на цены за клик для этого запроса. CTR всей рекламной компании влияет на карму домена. Соответственно, и то, и то в равной мере важно. Что вам стоит делать? Если ваша рекламная компания ведется на низкочастотные и среднечастотные запросы, то статистика, статистика, по которой можно делать какие-то, принимать какие-то решения, что-то решать, накапливается довольно медленно. Все зависит, конечно, от частотности ваших запросов, но если у вас не накапливается за месяц по запросу около порядка сотни показов и, соответственно, какого-то количества кликов из этой сотни показов, выводы делать нельзя. Надо ждать еще. То есть вот 100 показов запроса – это, ну, скажем так, число, на которое можно ориентироваться для того, чтобы принимать решения относительно запроса. Спасибо, Аня. Вопрос от Владимира. Для нового интернет-магазина какую лучше тактику выбрать? Полезные советы есть у тебя? Для нового интернет-магазина, во-первых, стратегия цена клика. Постарайтесь хотя бы примерно посчитать свою конверсию. Во-вторых, пожалуйста, запустите тестовую рекламную компанию сначала, например, на две недели, посмотреть, какова будет эффективность конкретных запросов и посчитайте примерную конверсию по своему сайту. А по поводу конкретной тактики, в первую очередь я рекомендую попробовать тактику «Вход в блок по минимальной цене» и в спецразмещение, и в гарантию. По тем запросам, которые будут показывать наилучший результат с точки зрения продаж, конверсий, в дальнейшем стоит ставить их в спецразмещение по возможности при стратегии «Наивысшая доступная позиция». А по запросам, которые показывают результат не очень хороший, оставить ту же тактику. Спасибо. Пользователь директов. Здравствуйте, Анна. Прокомментируйте, пожалуйста, следующую ситуацию. Запрос «Купить кондиционер Panasonic». Включена стратегия. Показ по минимальной ставке в спецразмещении. Ставка входа в спецразмещение 5 УЕ. Ставка первого спецразмещения 12 УЕ. Нами выставлена ставка 9 УЕ. Вопрос. На какой позиции будет показано объявление по запросу? А еще раз повтори, пожалуйста, Наиль, тактика какая выбрана? Стратегия «Показ по минимальной ставке в спецразмещении». Тогда вы будете показываться на самой нижней позиции спецразмещения в случае, если ваше произведение ставки на CTR выше, чем произведение конкурента аналогичное. То есть под вами вы можете стоять не только на нижней позиции, но и на средней позиции, но только в том случае, если конкурент, который стоит под вами, у него и больше ставка, и больше CTR. То есть вы посмотрите, где вы в реальности находитесь. Если вы находитесь не на самой нижней позиции спецразмещения, значит конкурент, который стоит под вами, у него более хорошее объявление, либо большая максимальная ставка. Попробуйте увеличить максимальную ставку, посмотрите, попадете ли вы на нижнюю позицию спецразмещения. Если этого не произойдет, то только работать и работать над CTR-ом объявлением. Спасибо, Аня. Вопрос от Ольги Бобровской. Занимается она турами. Какую лучше, опять же, стратегию выбора для контекстной рекламы, если у нее туристическая компания, которая занимается турами в одну страну? Запросы не очень высокочастотные, Аня. В данном случае лучше выбирать стратегию «вход в блок по минимальной цене», потому что вам достаточно просто находиться на первой странице выдачи. Если страна не очень популярна среди туроператоров, и у вас немного конкурентов, то ваше объявление все равно будет замечено пользователями, и для этого не обязательно стоять именно в спецразмещении. Достаточно находиться просто на первой странице. Если эффект будет не слишком велик, не так велик, как вам хотелось бы, постарайтесь сначала поработать над текстами объявлений, чтобы не увеличивать бюджет попусту. Если же работа над текстами объявлений не поможет, тогда, только тогда, стоит увеличивать ставки и, возможно, пытаться стоять постоянно в спецразмещении. Вопрос от Вячеслава. Что такое шаблон для рекламы в объявлениях с решеткой? Это возможность сделать не одно объявление к одному ключевому слову, а одно объявление к нескольким ключевым словам. В предыдущем вебинаре я рассказывала про шаблоны. Посмотрите его, пожалуйста, на seapult.tv, либо на kibermarketing.ru в разделе «Вебинары». Там подробно описывается работа шаблонов. Повторю еще раз, что это возможность сделать одно объявление к нескольким ключевым словам. Ее стоит использовать только если ваши ключевые слова действительно очень однотипные. Например, марки сотовых телефонов или какие-то размеры одинаковой одежды. Женские брюки размеры S, размеры M или так далее. Немножечко, Аня, провокационный такой вопрос. В каких случаях нужно работать с рекламой через возможность системы Seapult, а когда через непосредственно сам Яндекс.Директ? Отличия, особенности? Ну, смотрите. Если вы хотите разбираться в тонкостях рекламных кампаний от и до, если у вас очень много времени на это, если вы готовы ручками писать объявления, даже если их у вас будет много, если вы нуждаетесь, например, в самостоятельном управлении ставками и хотите сами туда заходить каждые пять минут и менять ставки, то тогда директ. Если же у вас не очень много времени или не очень большой бюджет, и вы хотите его эффективно расходовать, если же вас, например, не взяли в агентство из-за маленького бюджета, или если вам нужна какая-то автоматизация, чтобы экономить время, экономить деньги, если вы не хотите сами каждые пять минут заходить в директ, тогда лучше Seapult. Спасибо. Вопрос от Юлии. Можете ли, Анна, дать рекомендации по аналитике рекламных кампаний директа? Какие сервисы стоит использовать? Здесь зависит от того, что вы используете для контекста, директ или гугл, или бегун вообще. А вообще хочу сказать, что по аналитике у нас будет отдельный вебинар. Следующий, как раз, я думаю, будет посвящен аналитике именно контекстных рекламных кампаний. И там я буду подробно рассказывать и про цели, и про то, какими средствами лучше пользоваться, и где чего смотреть. И даже надеюсь, что будет все с примерами конкретными. Вопрос от Павла, Анна. Скажите, пожалуйста, влияет ли наличие ключевых слов со статусом «мало запросов» на качество остальных? Их стоит отключать или оставить на случай, если запросы вдруг появятся? Нет, не стоит их отключать, они не влияют на качество остальных кампаний. Вот это вот, как это назвать, тег или словосочетание «мало запросов», оно встречается только в Google AdWords. Насколько я понимаю, вы там ведете рекламную кампанию. Вот там ключевые слова эти ни на что не влияют, их стоит оставить на случай, если запрос появится. Снова Вячеслав спрашивает, видать, ты хочешь стать, наверное, агентом. Сейчас в Яндекс.Директе появилась возможность стать агентом, получить дополнительную скидку как агентство для своих компаний. Аня, прокомментируй, знаешь ли ты что-то об этом, стоит ли этим пользоваться? Вы раньше могли стать агентством, просто вам для этого нужно подписать договор с Яндексом, собственно говоря. Ну и если вы будете агентством, будете пытаться рекламировать себя самого, то дополнительные скидки вы не получите. Поэтому сильно радоваться, я думаю, не стоит. Это скорее возможность для небольших компаний, которые ранее не задумывались над тем, что можно стать партнером Яндекса и получать какую-то комиссию с заведения сторонних рекламных компаний. Вот так. Здесь у нас все поступают вопросы, какие тактики лучше выбирать. Вот Валентина Фейт, я так понимаю, наверное, это псевдоним, интересуется, какую лучше выбрать тактику для продвижения бухгалтерских условий, если учесть, что стоимость ключевиков высока, конкурентов все больше с каждым днем, что неудивительно, а низкочастотные и среднечастотные запросы не дают нужных переходов. Вот здесь очень сложная ситуация, я не могу вот так наголо советовать, потому что я не видела рекламной кампании. Возможно, что у вас мало денег, и вы мне об этом не сказали. Возможно, что у вас не очень качественные услуги, и я этого тоже, к сожалению, не вижу. Возможно, что конкуренция не так высока, как вам кажется, и я, опять же, этого не могу посмотреть, пока я не вижу рекламную кампанию. Поэтому я вам предлагаю, напишите мне на e-mail или позвоните нам по телефону, свяжитесь с нашим агентством, и я думаю, что мы сможем посмотреть вашу рекламную кампанию и дать какие-то рекомендации. Либо вы сможете заказать аудит рекламной кампании, это стоит от 7 до 12 тысяч рублей в зависимости от объема работы, но вы получите полный непредвзятый анализ вашей рекламной кампании, рекомендации, как ее улучшить, чтобы не сделать такого, чтобы она стала совсем-совсем хорошей, какие еще источники, методы можно попробовать. Вот так. Спасибо, Аня. Вопрос от Кулигина, Даш. Ну, опять же, я не понимаю, что это имя, фамилия, может быть, даже псевдоним. Можно ли давать объявление с ключевым словом «Митсубиси», а переход будет на страницу с «Ниссаном» похожей комплектацией? Модерация не пропустит. Если вы пройдете модерацию, то попытайтесь, иногда это работает, но чаще всего модерация обращает внимание на посадочную страницу и просто не пропустит такое объявление. Так, про черные листы Андрея Игнатьева. Следующий раз. Так. Ну, вопрос, опять же, там, с использованием Сеопульта. Можно ли там использовать операторы в системе Сеопульта, где блок контекстной рекламы, например, восклицательный знак. Можно использовать операторы? Операторы использовать можно. Можно. Так, вопрос от Николая. У меня есть компания в Яндекс.Директе. Он переходит на работу с Сеопультом. Он потеряет наработанные сети? Да, конечно. Ему нужно отключать компанию в Яндекс.Директе? Да, вам придется отключать компанию в Яндекс.Директе, потому что на один и тот же домен, по одним и тем же ключевым словам, не могут показываться два объявления, даже если они заведены в разных аккаунтах. Технически переход в Сеопульт – это заведение нового аккаунта в Директе. Поэтому перенести компанию, к сожалению, не сможете. Сетяры вы теряете, статистику вы теряете, заводите просто новую. Тактику для ресторана расскажешь? Для какого ресторана? Где ресторан находится? Ресторан какой кухни? Какого вообще класса, люкс ресторан? Не знаю, типа Феремоновый Янкель какой-нибудь, или Прага, или это забегаловка типа Макдональдс. Хорошо, Аня, я обращусь к нашим зрителям. Друзья мои, будьте любезны, немножечко оперативно задавать свои вопросы. Приходится выискивать наиболее значимые и серьезные. Вопрос от Виктора. Просьба рассказать поподробнее, опять же, если есть возможность, Аня, чем отличается оператор и директор от операторов от дворца? Есть ли, может быть, какая-то сводная таблица, где посмотреть? Нет, сводной таблицы нет, мы себе в агентстве писали собственную. На самом деле, подробное описание операторов есть в справке, там, в принципе, все довольно понятно. По поводу отличий, ну, они просто совсем разные. Как-то так их описать я не смогу. Я думаю, что в каком-нибудь из следующих вебинаров мы сделаем сравнение, например, директа и дворца. Вот, и тогда, думаю, что таким интересующимся пользователям будет полезно посмотреть. Там, собственно, постараемся рассказать про отличие операторов и всего такого. Здесь один из пользователей, слушателей, да, вебинара, а не интересовался, будет ли у нас что-то подобное про ремаркетинг? Вот не знаю, пока сделаем или не сделаем. Может быть, сделаем, может быть, нет. Пока в приоритете есть вебинар по аналитике, чтобы вы хотя бы примерно понимали, как чего там считать и чего смотреть вообще. А потом дальше, наверное, скорее будем заниматься Эдвордсом и сравнением там директа и дворца такими вещами. Вот, а отдельно про ремаркетинг не знаю. Вряд ли это тянет на отдельный семинар просто. Я, наверное, тут отвечу на один вопрос, Аня, с твоего позволения. Егор повторяет уже в очередной раз, его интересует отличие про сервисов по управлению контекстной рекламы, эрброкер «Сеопульт Автопилот». Он тут мечется, выбирает. Я думаю, наверное, Егору стоит посмотреть передачу на «Сеопульт ТВ». Мы рассматривали, как работают эти системы. И сами для себя уже можете сделать выбор. Мне кажется, Аня, наверное, здесь затруднится дать. Ну почему? Все зависит от ваших целей. Если вам очень важно, например, управление ставками, и у вас прям вот все завязано именно на управлении ставками, то, во-первых, «Сеопульт», а во-вторых, вам еще может помочь от «Скор». У них есть какие-то там возможности по подсидкам тем же, автоматизированные. Если вы интернет-магазин, и вам сложно работать с большой товарной базой, то здесь можно как «Сеопульт» использовать или «Апи-шопс» какой-нибудь, так и можно самому написать на основе «Апи-директа» какие-то динамические изменения ставок или изменения объявлений. «Апи благо открытое есть», писать можно что угодно. Если вы какой-то стандартный пользователь с небольшой рекламной компанией, то, по сути, весь выбор сводится к тому, какой интерфейс вам приятнее. Ну, «Сеопульт» оранжевенький, прикольный. Вопрос от «Лилу», скорее всего, наверное. Если нужна рекламная компания на других языках, английский, чешский, польский и в других странах, как подобрать запросы и написать адекватные объявления? «Эдвордс» вам в помощь. У них есть такой инструмент, как «Оценщик трафика», который поможет вам определить, пользуется ли запрос спросом, так сказать. В идеале нанять копирайтера или агентство, которое занимается рекламой за рубежом. Вопрос от нашего, мне кажется, так общего товарища, от Ромы Фролина. Есть ли тематики, где высокая конкуренция сделала рекламу? Директ неэффективный? Вот вы знаете, очень сложно работать с тематиками, у которых маржа с продажей очень маленькая. Если вы продаете какие-нибудь там, не знаю, заколочки или какую-нибудь вот мелочь такую дешевую, там футболки, кепки, печать на кружках, вот там чаще всего директ просто не то, что неэффективен, там какие-то глупые люди рекламируются в основном, извините меня, пожалуйста, если кто-то там рекламируется, но чаще всего максимальные ставки и вообще ставки за клик там гораздо выше, чем маржа за печать одного принта на кружке. Вот там вот директ может быть неэффективен, но просто потому, что он ведется как-то странно, кособоко. В принципе, его можно эффективным сделать, но для этого надо интернет-грамотность сначала повысить среди конкурентов, чтобы они все за ум взялись и начали эффективно работать. Вот Виктор интересуется, видать, наверное, очень хочет заработать. Какие сейчас самые максимальные цены на клики, по вашему опыту, интересуют различные тематики? Вы знаете, у нас не бывает таких высоких цен за клик. Мы же хорошее агентство, у нас все цены за клик низкие, но что вы мне спрашиваете? Вообще есть исследование бегуна, по-моему, если я не ошибаюсь, о ставках за клик, самых высоких, где они как колеблются, насколько я помню, по данным пары, что ли, или тройки лет назад, самой дорогой тематикой был Форекс. После него шли уже там все эти пластиковые окна, кондиционеры и так далее. Вот за Форекс платили что-то в районе 200-300 рублей. Это было несколько лет назад. Где сейчас самые перегретые ставки, я не могу сказать, потому что мы в аукционных войнах не то чтобы не участвуем, мы в них умно участвуем, у нас ставки за клик низкие. Ольга, вот интересуется, можно ли в AdWords сделать прогноз бюджета для контекстно-медийного баннера? В аккаунте слишком скудно. Нет, нельзя сделать прогноз. К сожалению, нельзя, потому что у вас там динамическое управление ценой клика, вы же можете баннер показывать с заплатой не за тысячу показов, а за клик. Вот, соответственно, цена за клик у вас устанавливается самостоятельно. И в зависимости от этого вы либо чаще, либо реже показываетесь на площадках, и все. Инструмента прогноза у Google нет. Спасибо, Аня. Дмитрий интересуется, он просит порекомендовать максимальную длину контекстной рекламы. Что порекомендовать? Максимальную длину контекстной рекламы. Возможно, может быть, рекламное объявление. Максимальная длина объявления у вас ограничена знаками. То есть в директе вы можете написать объявление, в заголовке которого не больше 33 знаков, а в тексте не больше 75 знаков. А в AdWords в заголовке не более 30 знаков, а в тексте не более 70. Что касается длины рекламной кампании, продолжительности рекламной кампании, если вы это вдруг имели в виду, то минимальный срок ведения рекламной кампании теста – это 2 недели. Для того, чтобы вы могли оценить здраво, чего у вас пошло так, а что не так, и при этом сильно карму не испортить. Если же вы постоянно ведете рекламную кампанию, то и постоянно ее ведете. Как-то так. Понятно. Я слушаю тебя, улыбаюсь. Виктор с нами продолжает вести общение путем чата. Он говорит, да не у вас, Аня, не в клике, сколько стоит максимальный клик. А сколько вообще народ платит? Ну, то есть человек хочет заработать, запорожить сайты. Смотрите, сколько народ платит в реальности, я не могу знать, я же не этот народ. Люди платят по-разному. У кого CTR низкий, тот может там и 50 баксов платить. Максимальная вообще ставка, которая может быть в директе, это 50 долларов за клик. В AdWords цена за клик не ограничена ничем. То есть вы там можете и тысячу рублей за клик платить, и две тысячи. Долларов? Рублей. Рублей. Рублей, да. В гугле рубли. Вот, соответственно, я не могу вам сказать, кто сколько платит, и где там самое дорогое. Вопрос от Юлии. Есть ли в Яндекс.Директе аналог очень удобной тактики бюджет на день, которая есть в Google AdWords? Да, есть тактика недельный бюджет. Вот, но там бюджет на неделю, к сожалению. Вся пульте, кстати, вы можете крутить рекламу в директе и использовать там тактику бюджета на день, а не недельного. Андрей Авраменко интересуется, можно ли минусовать не только слово, но и фразу целиком, например, купить пряник. Для этого, для того, чтобы отминусовать и купить, и пряник, вам перед каждым словом надо будет поставить минус. А есть ли какой-нибудь совет по узкоспециализированной тематике, где очень мало запросов? А какой совет вы мне хотите услышать? Совет относительно чего? Мало запросов, но вы их больше не сделаете ниоткуда. Вы можете попробовать запустить баннерную рекламу, которая сформирует спрос для вас, да, и люди пойдут в поиск искать ваши услуги там или товары, что вы продаете. Вот тогда запросов может стать чуть-чуть побольше, вернее, частотность запросов может стать повыше. А самих запросов, чтобы больше стало, надо изобретать синонимы какие-то или какие-то логические связки в головах у людей строить. Но это уже такое поведенческое моделирование, не знаю, как это обозвать. И про это надо отдельный семинар делать точно. Так, 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 так. Вопрос от Анны, да, тезки твоей, Ань? По вашему опыту запрос в кавычках всегда дешевле, чем тот же, но с большим количеством минусов? Не всегда. Не всегда. Не знаю, почему так получается. На самом деле у меня есть предположения, но они чисто поведенческие, пока ничем особо не обоснованы. Могу сказать, что не всегда. Что ответить Вячеславу, который в скайпе уже все вот, просто вот, исписал все? Что же с Марины Хаустовой? Где Марина? Аня? Ну, вы же читаете ведомости, коммерсанты, прочие разные вещи. Себе пульту дали очень много денег, и мы теперь заняты тем, чтобы их разделить правильно между всеми. Вот деремся. Решили снять офис в Таиланде, но это пока в планах. Заберем туда собак, детей, родителей, всех, будем все там жить на острове. Вот. Собственно, пока планируем, Марина занята стратегическими вещами. Просто сегодня ждали ее на вебинар. Ой, я вас так разочаровала. Да нет. Если сайт вылез в органике, стоит ли отключать рекламное объявление? Не обязательно. Я уже говорила, что есть люди, которые не кликают на органику, потому что не видят там ответа на свой вопрос, но при этом будут кликать в контекст, если вы на их вопрос ответите правильно. Есть ли на сайте более 10 тысяч позиций товаров? Если использовать шаблоны, то какие эффективно? Все зависит от того, какие у вас товары. Вы можете 10 тысяч товаров разных сувениров продавать, например. То есть у вас там 10 тысяч разных фарфоровых игрушек, котиков, собачек, девочек, мальчиков, пастушек и прочего. Тогда вы шаблоны не факт, что сможете использовать. А вот если у вас 10 тысяч наименование женской одежды, брюки черные, клешонные, размеры S, M и так далее, тогда шаблоны можно использовать эффективно. Вы недостаточную информацию в вопросах даете. Еще раз, можешь подсказать, Аня, где можно посмотреть, как работают различные операторы в Директе? Справка, раздел «Помощь». Вот прямо рядом с кнопочкой «Выход» в правом верхнем углу есть ссылочка «Помощь» в Яндекс.Директе. Вот вы туда заходите, и там ищите в левом меню пункт, в котором рассказывается про операторы. Это где-нибудь в разделе с ключевыми словами будет. Что произойдет, если в одном аккаунте рекламировать два разных сайта по одинаковым запросам? Они будут конкурировать и поднимать ставки друг к другу? Поначалу будут, а потом Директ посмотрит на эти сайты внимательно. И если эти сайты принадлежат одной и той же компании, то вполне вероятно, что он их склеит и разрешит рекламироваться только одному. Совмещать проведение рекламной кампании, используя Яндекс.Директ и систему «Сеопульт» возможно? Нет, невозможно. Ну, вернее, я не понимаю, зачем это нужно. Вы можете завести в Директе одни запросы, а в «Сеопульте» другие, да, и крутиться и по тем, и по тем. Но зачем? Ну, попробуем. Несколько объявлений под один и тот же комплект ключевых слов. Возможно ли? Эффективно ли? Да, возможно, эффективно, здорово, классно, делайте. У вас дело в том, что сегодня одно объявление может хорошо работать, а завтра вдруг, не знаю, другие люди приходили, им другое объявление лучше работает. Поэтому тестируйте обязательно, пишите на один ключевик несколько объявлений, смотрите, что будет лучше работать, там, в зависимости от сезона, дня, недели. Чего угодно. И вот что лучше работает, то пусть работает. По правилам, а, по составлению заголовка объявлений контекстной рекламы мы вроде делали уже, да? Да, в предыдущем вебинаре информация есть. Предыдущий вебинар, он уже размещен на сайте и на кибермаркетинге. Это был мастер-класс или вебинар был? Вебинар. Вебинар, да, но он также на сайте кибермаркетинга размещен в разделе видео. Что ж, у нас время 12.56, я думаю, стоит, наверное, нам уже завершать этот вебинар. Я от себя просто добавлю, что по устоявшейся традиции, уже по заведенной традиции, видеозапись этого архива будет выложена в начале следующей недели. Все, кто зарегистрированы сейчас, присутствует на данном мероприятии, получат уведомление о том, по какой ссылке вы можете посмотреть видеозаписи. Вам большое спасибо за вопросы. Ну и, наверное, от себя лично, не знаю, хотя не виноват, приношу извинения за то, что у кого-то, возможно, что-то не показывало. Вот моя статистика показывает. К началу у нас собралось более 300 человек. Ну, как-то вот 5-6 жалоб. Я все-таки думаю, что с нашей стороны было все нормально. Возможно, что-то это на ваше, но все равно приношу извинения. Аня, тебе прощаться. Спасибо вам за то, что посмотрели сегодняшний вебинар, за то, что потратили на это время. Надеюсь, что он был для вас полезным. В любом случае, жду ваших отзывов или ваших советов по улучшению вебинаров себе на почту. И давайте франдиться в Facebook. Спасибо, всего доброго. Ну, а по возможностям использования, дорогие друзья, я уже от себя продолжу, наверное, так скажу. По использованию модуля ведения рекламной кампании с помощью контекстной рекламы Асяпульта. Да, будут у нас отдельные мастер-классы и вебинары. Безусловно, всем сообщим. Там расскажем, как удобно, как эффективно и насколько просто использовать данный продукт в своих рекламных целях. До новых встреч, дорогие друзья. До новых вебинаров, до новых мастер-классов. Вставайтесь на обучающем центре кибермаркетинг. Ну и смотрите Асяпульт ТВ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok